Субтитры создавал DimaTorzok Новые методики показывают кинологи из Москвы. Рефлексы в современной дрессуре уходят на второй план. Главное, чтобы это было приятно собаке, и она это выполняла. Видите, я ее веду, она сделала нужное действие, я ее привел к этому действию рукой. Да, молодец. Мы уже не заставляем собаку выполнять прием, а создаем условия для того, чтобы собака самостоятельно выполнила прием в нужных для нас условиях. Это достаточно интересно, для меня, так скажем, непривычно. Все-таки я работаю уже 24 года и начинал на стандартных, так скажем, условном рефлексе Павлова. И поэтому как-то так, отношения неоднозначные, но достаточно интересные. На семинар пригласили не только сотрудников МВД. Волонтеры Удмуртии отрабатывают навыки поиска пропавших людей. Стать ты должна так, чтобы тебя собака не увидела, когда будет обходить тебя. Ну, она сейчас полетит таким образом, начнет рыскать местную делать, да, чтобы глазами тебя не спалил, ну, должна стрянуть. След. Вообще, вот этот вот непосредственно опыт становления собаки на след для меня очень новый, потому что мы в своей работе такую практику не используем. Но сейчас вот мы поговорили и решили, что, скорее всего, мы будем сотрудничать и уже будем совмещать, ставить нашу собаку также на след, а их собаку на запах. Вот, на самом деле, практика очень полезна, потому что новое всегда должно быть что-то. Посмотреть, как работают другие собаки, это тоже очень интересно. Большое внимание уделяется теперь темпераменту представителей разных пород. Немецкие овчарки, к примеру, эффективны при поиске взрывчатых веществ, а вот бельгийские холерики незаменимы при следовой работе. Все новые навыки и приемы специалисты-кинологи теперь будут внедрять в своих регионах. Елена Керн, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия».